Приветствую дорогие друзья! Мы находимся в Московской консерватории и мы продолжаем нашу серию выставок донецких художников, которые привезли из Санкт-Петербурга, из Петропавловской крепости. Здесь представитель Творческого союза донецких художников Маида Габикяна, я передаю ей слово. Спасибо. Дорогие друзья, уважаемые посетители выставки, мы рады приветствовать вас сегодня на открытии нашей выставки, уже второй патч по счету, реализуемой в рамках проекта некоммерческой организации АПКРУ под общим названием «Живопись донецких художников». Первая выставка с успехом прошла в Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге. И вот сегодня мы открываем выставку в Москве, в Московской консерватории. Мы хотели бы ее позиционировать как знакомство с душой Донбасса, потому что как можно познакомиться с регионом? Можно изучить его историю, можно познакомиться с достопримечательностями, можно изучить особенности быта. Но чтобы узнать душу и ментальность народа, проживающего в регионе, нужно обратить взор на создаваемые там произведения искусства. Потому что именно в них сосредоточено все многовековое, многовековой опыт духовности. И сегодня среди всего многообразия представленных работ, которые выполнены в разных жанрах, в разном стилистическом исполнении. Мы уверены, что каждый найдет что-то близкое для себя и сможет лучше почувствовать и понять каждого жителя нашего многонационального, но в сущности своей русского по духу региона. Конечно, нам, нашим художникам, очень нелегко творить в это время, когда повсюду смерть и хаотичные постоянные обстрелы. Но даже в такое непростое время говорить о прекрасном, о возвышенном, не терять надежду в лучшее и веру в будущее, это, согласитесь, удел поистине сильных людей. Поэтому в этой экспозиции война представлена лишь точечно. Потому что для нас война своего рода как шрам на теле, с существованием которого нужно просто смириться и жить дальше. Эта работа принадлежит кисти председателя Союза художников ДНР и она отчасти биографическая. Работа писалась под впечатлением первых массированных обстрелов Донецка, которые начались в 2014 году. Конечно, люди были не готовы увидеть и столкнуться воочию с теми ужасами, которые ранее могли только лицедрить в фильмах или читать в книгах о событиях Великой Отечественной войны. Художник изобразил здесь в формате коллажа свой разрушенный дом, в котором снаряды прилетали четыре раза. И вот в январе 2015 года дом был полностью разрушен. Здесь вот фрагмент дома. Также, поскольку дом располагался в районе Донецкого аэропорта, и там же находится Иверский храм, и здесь также приведена фрагментарно часть разрушенного и горящего храма, расположенного как раз на первой линии, во столкновенной линии как раз вот под Донецким аэропортом. И, конечно же, центральным участком позиции занимают дети, несчастные, обездоленные, на дозу которых выпало пережить и воочию увидеть все эти ужасы войны, в котором мы даже не могли себе представить, что такое возможно в 21 веке. Конечно же, нас очень вреет и приободряет поддержка наших коллег из Большой России. В частности, мы безмерно благодарны Юлии Лобинской и Марине Войновой за их усилия в организации и реализации этого выставочного проекта. Поэтому от лица Союза художников Донецкой Народной Республики я сегодня уполномоченно буду вручить благодарности Юлии Алексеевне Лобинской. Я бы тоже хотела сказать пару слов благодарности любимой Московской консерватории. Наш замечательный вуз не только готовит музыкантов мирового уровня, но еще у нас замечательное выставочное пространство, мне кажется, которым можно гордиться, и которое возникло благодаря Наталье Витальевне Кобец, нашей хранительнице искусств и финансов и всех замечательных проектов на стыке разных жанров. Это пространство было подарено Академией Строганова, и я считаю, это большая отдача, потому что в центре Москвы, в самом сердце Москвы мы имеем такое потрясающее место, где на второй раз уже не гости, но, надеюсь, хозяева, потому что здесь очень красиво и замечательно. Я хотела бы еще представить нашего следующего участника открытия. Это тоже нашу коллегу, помощника, соратника, человеку, который всегда откликался и помогал самой отзывчивой публикой на свете. Это Епифанова Оксана Юрьевна. Она представляет у нас исполнительного секретаря местного отделения партии «Единая Россия» района Марино-Роща, где я проживаю и где я очень люблю приглашать оттуда публику на наши концерты. На самом деле, это человек неравнодушный к искусству, культуре, ко всему, что происходит. Давайте послушаем, что она нам скажет. Мне приятно побывать на такой выставке и, как сказали, познакомиться с душой региона. Картина просто замечательная, и от замечательных художников очень известная выставка. Я надеюсь, публике она понравится, и ее посетит большое количество посетителей. Я хотел бы поздравить всех нас и Московскую консерваторию с этим замечательным событием, с выставкой донецких художников. Я вижу здесь много замечательных картин, даже несколько знакомых мест увидел, где я бывал. Сам я родом из Харькова. В Донецке я был дважды. Один раз еще совсем юным, будучи начинающим гитаристом. В 13 лет я выступал в Донецкой филармонии. И не так давно, в 2019 году, уже так же давал концерт в Донецкой филармонии. Конечно, я откликнулся сразу, когда мне предложили приехать. Знаем, что не все откликались даже тогда на такие просьбы. Но я вспомнил, что это близко к моей малой родине. И там люди, которых я знаю, которых я люблю. В Донецке, кстати, все эти годы неперывно проходил знаменитый международный фестиваль «Крустальные струны». Он уже, по-моему, около 40 лет проходит. И до сих пор там Павел Иванников проводит этот фестиваль. И, кстати, в ноябре этого года на нашем фестивале «Время гитары» мы пригласим его в жюри. Обязательно, чтобы из Донецкой республики был у нас гитарист. Я думал, что сегодня исполнить, попасть в тематику. Марина попросила сыграть что-то русских композиторов. Ну, так как я русский композитор, я исполню свое сочинение. Это этюд-картина с симфолическим названием «Непокоренный». Вот. Вы знаете, что сейчас оркестр Донецкой филармонии совершает тур по России. И у них такая, ну, как бы, негласная амплуа. Их название – «Оркестр непокоренных». Вот. И действительно, это непокоренный город. Непокоренные люди, перед которыми я преклоняюсь, очень уважаю и люблю. Игорь Негода. Игорь Негода. Игорь Негода. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok